Любая работа со стороны кажется простой. Любое дело спорится в руках профессионала. Но что скрывается за этой легкостью, решила испытать на себе Екатерина Зойдина. Сегодня она познакомится с профессией шоколатье. Я уже поняла, какой он вредный этот шоколад. Узнает, для чего темперирует шоколад. Неправильно темперировали, то это да. Вот, явный пример. Попробует украсить конфеты рисунком. Что у нас получилось? Екатерина. Научится делать трюфели. Бракованный так. Ра-тра-ура. Это Брака, это Макс. Это хорошее, это нам. Держите, сладкоежки, этот выпуск о редкой, красивой и завораживающей профессии. В самом названии которой чувствуется потрясающая аромагия и вкус шоколада. Мы в гостях у шоколатье. Какой у вас здесь аромат. Ни с чем не сравним. Шоколадный. Да, это действительно так. Потому что шоколад, это очень ароматный продукт. Катерина, я с удовольствием к вам присоединюсь. Мне очень хочется попробовать сделать что-то из шоколада, конфеты или шоколадной плитки. Мы сейчас будем готовить ганаш, мы будем готовить классический трюфель. Я хочу показать именно классию. Нужно сделать эмульсию. Должен произойти процесс эмульгации. Это соединение шоколада с какой-то жидкостью. В виде жидкости. Можно использовать дистиллированную воду, можно использовать коньяк, можно использовать сливки. Но для классического рецепта мы будем использовать именно сливки. Вот мы отмерили ровно столько, сколько нам нужно. Так, а можно я поучаствую немножечко в этом процессе? Да, сейчас мы подготовим ингредиенты до конца. Ну вот сейчас у вас получилось... Вы молодец, Екатерина, способная ученица. Получился вот именно такой продукт, который нам нужен. Вы видели, да, что мы положили сюда сливочное масло, мы положили сюда сливки. То есть это натуральные ингредиенты, которые хранятся не так долго. И конфету, ее экспортируют там куда-то или перевозить достаточно сложно, потому что нужно должно быть соблюдение и температурного режима, и влажности. И поэтому шоколадье должен быть хотя бы в каждом городе, должен быть шоколадье, чтобы готовить это произведение искусства, чтобы люди имели возможность попробовать настоящие конфеты. Ой, давайте продолжать. Эта нежность потеряет наш шоколад. Хочется попробовать вот этот вкус настоящий. На самом деле, вот вы сказали о том, что будем заливать в корпуса. Я вообще планировала сделать ганаш, но я так ганаш для трюфеля. Но, наверное, я сейчас поступлю по-другому. Как хотите. Пришла молодости человек, да, вы шоколадье. Мы не смеем останавливать. А это вот интересно, что за коробочки у вас такие разноцветные? Значит, вот рассказываю. Это не для начинки, нет? Нет, это не для начинки. Это и есть вот красители пищевые, которые мы используем при окрашивании конфет. Их используются совсем чуть-чуть, только для того, чтобы придать яркость конфетам. А, вот для чего кисти. Да, сейчас вот мы этим и будем заниматься. Что у нас получилось? Я не знаю, мазня какая-то. Так, вот что примерно у нас получится на конфетках. Может, мы еще сюда что-нибудь добавим? Я, кстати, закончила художественную школу. А, так вот, все-таки докопались. Значит, есть у вас что-то? Какая-то база для профессии шоколадье. Да, в детстве закончила. А вы закончили художественную школу, а так по профессии вы? Рассказываю. Я экономист. 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 Экономист, да. Вот видите, как судьба вас выкрутила. Да. Значит, мы вот достаем остывшую трюфельную массу, да, которую мы заготовили заранее. Так же, как вот мы готовили вот этот трюфель, или как мы готовили трюфель, начинку с манго. Мы заранее ее заготовили, это было вчера. Сегодня мы будем катать из нее шарики. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется. Она же твердая. Как из нее катать шарики. Твердая, да. Она твердая. Вот сейчас вы посмотрите. На самом деле, да, она не выманирует. Много у вас там еще этого шоколада? Да, наверное, много. Можно. Я уже встала. Я не совсем в шоколаде. Ну тут прекрасно же. А сейчас мы приступим к самому важному процессу. Процессу темперирования шоколада. На самом деле, существует множество способов темперирования. Мы начнем с классического. Я покажу классический способ. При любом способе шоколад сначала топят. Ну, рассказывайте свои секреты, да. Наконец-то. Да, вот мы растопили молочный шоколад. Это у нас молочный шоколад. Сейчас взяли просто обычную пластиковую форму. Мы ее зальем неоттемперированным шоколадом. Просто растопленным. То есть мы растопили шоколад. Мы залили форму. А это форма для плиток, да, шоколада обычно? Да, для шоколадных плиток. Мы используем такую вот в работе. Значит, мы дальше вот постучали немножечко. Шоколад разошелся. И все. И мы ее поставим в холодильник, чтобы он застыл. И посмотрим, что будет с неоттемперированным шоколадом. Так. Эксперимент начинается. Сейчас две трети шоколада мы выльем на холодную мраморную доску. Ой, аккуратно. Да вы что? Да, да, да. Не волнуйтесь. Я не могу сейчас разомневаться драгоценным шоколадом. Не волнуйтесь. Значит, вот, две трети мы вылили, и одну треть мы оставили внутри. Значит, этот шоколад мы снимаем со стеночек. Для того, чтобы он у нас быстро не остыл. Так как по краям шоколад очень быстро остынет. Так вот так вот поставим. Ой. И дальше начинается магия волшебства. Тихо, 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 тихо. Дальше мы шоколад весь наш будем... Вот так, по мрамору, да? Да. То есть в чем заключается процесс темперирования? Это то, что мы этот шоколад быстро охлаждаем. Продолжение следует... Достаем наши корпуса. Да, вот застыли. Растыше. И, в принципе, у нас уже вот рабочая температура угоднаша, гонашек, можем... Зачиночка. Да. И можем приступить к наполнению. Так, что мы делаем? Покажите, как. Мы просто наполняем. Красиво. Аппетитненько. Очень даже цвет такой. Очень аппетитный. Ой, вообще. Ну, а ничего, если вы чуть-чуть переполните, или что? Вот аккуратненько нужно, да? Чтобы лишнего... Переполнить нельзя. Так как нам нужно залить будет корпус, закрыть крышечкой шоколадной, чтобы не вытекла конфета сама. Будете заполнить? Так, давайте попробуем. Сейчас я покажу вам, в чем разница от темперированного шоколада и нет. Так, где наш был какой? Оттемперированный, неоттемперированный. Ну, сразу видно. Вот этот, который первый. Выскакиваем легко. Опа. Он, оп, и достали из формы. Это учитывая то, что мы вообще его практически не стучали. То есть нужно выбить пузырьки все, и он будет идеальный. Этот. Так. Он оттуда вообще не выбьется. Да. Вот. Понимаете? В чем разница? Если это конфеты, если это корпусные конфеты, то все. Как бы пиши пропало. Мы его сейчас можем достать только за счет того, только за счет того, что он у нас очень хорошо охладился. Вот мы его достаем, да? Видите, каким способом, да? Ну да. Какими жертвами. Это во-первых. Да ладно, у вас много этих формочек. Вот. Так. Готово. И дальше они сейчас полежат, и мы увидим разницу. То, что я хотела показать, темперированной шоколады нет. Вот здесь вот плитка темперированного шоколада, значит, она блестит. Она не ломается. Если мы ее возьмем в руки, просто вот в руки, она, в принципе, не тает, да? Она определенным хрустом. Теперь смотрим вот этот шоколад. Что у нас с ним? Во-первых. Смотрите, что происходит. Видите, да? Ой, ну все. То есть попробуйте сделать так с этой плиточкой. Да? Вот. Он просто лежал у нас. То есть мы его не грели, ничего. Он у нас лежит при комнатной температуре. Вот вам пример темперированного нетемперированного шоколада. У нас снова 45 градусов, и дальше мы его снова будем темперировать. И как я обещала, это будет сделать Екатерина. Так, ну берегитесь. Остала пора посмотреть, что у нас получилось из наших конфеток. Ура! Я ждала этого момента. Момент истины. Так, смотрите, правильно... Самая коровка конфет, можно сказать. Ну да. Вот сейчас, если конфеты правильно оттемперированы, они правильно выскочат. Надо ездить, а то это ваше переделывание. Это вообще, я имею в виду. Выскакивают. То есть видите, как они выскакивают? Они выскакивают сразу на ура. Ну, эти, они просто... О! Все. Отлично. Какие они гладенькие. Ну, давайте. Теперь осталось перевернуть. Попробуем вот. Они твердые? Нет. Они вот такой вот начинкой. Начинка мягкая. Такой необычный вкус. Вы чувствуете манго? Да. Он прямо раскрывается. Вот такими конфетами можно наслаждаться и наслаждаться. Ой, ну вы умничка. Я желаю вам успехов, чтобы вы дальше работали в этом же направлении, развивались, фантазировали. Какие-то новые конфеты, новый шоколад. Это все прекрасно, конечно, будет. Я думаю, что и потребители найдутся. Это замечательно. Спасибо вам большое, что вы сказали о своей интереснейшей профессии. Мне было тоже очень интересно. Интересно было поделиться, рассказать. Это все-таки тоже определенный опыт. Всего хорошего. Да, до свидания. Это была программа «Есть такая профессия» на телеканале «Брянская губерния». До скорых встреч! До свидания. 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 Продолжение следует...